Друзья, мы с вами беседуем с Ириной. Ирина оригиналь у нас из Харькова, да? Да, из Харькова, с любимого города. Когда приехали? Приехали в 95 году, уже почти 21 год. И с тех пор тестируем фактически? И с тех пор тестируем. Начали мы работать по этой профессии еще в Харькове. Тогда это было программирование, не было отдельной специальности в Киеве. Но сюда приехали, я специализировалась в Киеве. Очень рада, люблю эту профессию, с удовольствием работать. Ирина, веселую историю? Веселую историю, но по приезде. Было, наверное, пару недель, как приехали. Это было в Сан-Франциско? Мы приехали сразу в Сан-Франциско. И я еще была вся под впечатлением, что мы там оставили какие-то лампы, вещи, которые тут могли бы пригодиться. И вот из овощного магазина, помню, как сейчас идешь с полными сумками, машины еще не было. По дороге оказался магазин, где продавали лампы. И вот я завороженная, в окнах лампы. Захожу в этот магазин и прямо у входа там висят бра. А я вот такую же оставила в Харькове. Вот я стою с этими сумками, смотрю, влюбленными глазами в это бра. И сзади такой голос бархатный. How can I help you? Ну, я ему говорю, как мне казалось правильно, I'm looking for bra. Тут такая гробовая тишина. И мне говорят, девушка... Надо пояснить ребятам, что бра – это бюстгальтер. Вот они мне так и объяснили. Но я-то думала, что бра – это международное слово, которое все понимают. И мне после минуты молчания говорят по-русски, девушка, в Америке бра – продавец, который подошел и спрашивал. Который спрашивал, вот он же. Да. Он говорит, девушка, в Америке бра – это лифчик. А то, что вы ищете, называется стенд лэмп. Я вот так вот с этими сумками развернулась. Уже прошел 21 год. С тех пор я в этом магазине больше не был. Это неудобно. Ну, вот таким образом учили английский тоже. Хорошо. То есть, друзья, даже не знаю, какой полезный такой совет дать. Типа, ходите со словариком или там... Но бывают же неожиданные ситуации, конечно. А вот, может быть, знаешь, из того, что бывает занятного... Вот, когда начинаешь работать, попадаешь в американский, так сказать, трудовой коллектив. И что-нибудь такое неожиданное... Неожиданное. Ну, вот так, знаешь, что тебя смущало... Ой, собачки, смотри, какие собачки. Ну, неожиданное, например, в Америке всегда была вода и соки в компаниях. Ну, и работала я в первом стартапе. И всегда было волнительно. Дадут нам деньги, на следующий проект не дойдут. Финансирование для компании. То есть, финансирование, да. И надо было определить, может, уже пора собирать вещи, с которыми... Знакомая, знакомая ситуация. И вот мы вот этим вот наличием соков и воды пытались определить финансовое состояние компании. Если полная кухня была этого, мы понимали, еще можно оставаться работать. С финансами не было. Я чувствую, ты общалась с кем-то, кто у меня учился в школе. Потому что я, когда вел уроки, я им говорил, отвечал на вопрос, как понять, есть ли деньги в компании. Я говорю, вот смотришь, если в крупной упаковке денег нет. Если в мелкой, значит денег больше. А если в мелкой, да еще в стекле, это у людей деньги есть. Да. Это как бы хороший... Наверное, очень похоже. Да, да, очень похоже. Ну, надо же как-то понять, правда? Да. Ну что же, хорошо. А так, может быть, какой-то полезный совет людям, которые, может быть, думают о тестировании, как о профессии. Это реально каждый может? Или это все-таки какие-то есть такие точки, где лучше не... Ну, надо сказать себе, нет, я не буду этим заниматься. Вот как быть? Ну, Америка такая страна, где, мне кажется, если ты хочешь чему-то научиться, наверное, все-таки возможно. Да. Все. Главное, мотивации очень захотеть. Ну, и в Америке... Цена просто, понимаешь. Бывают люди, которые легко раз побежал, а другой там весь... Ну, все равно, пока ты не попробуешь, мне кажется, ты никогда не сможешь себе сказать, да, у меня это получилось или не получилось. То есть, если дети думать, вот никогда не получится, все равно надо попробовать. А вот если, допустим, не IT, не QE, а вот что-то еще, какие основные такие магистрали, которые наши используются, эмиграции, профессиональные, где люди работают массово? Ну, мы приехали с мыслью, что будущее обеспечено, если ты врач, лоер или программист. Но Америка показывает, что есть разные тоже другие специальности, где ты себя можешь применить. В медицине где-нибудь? В медицине, медсестра здесь сейчас очень популярна. Но все-таки долго учиться надо. Долго учиться, да. Я считаю, что вот QE это такой наиболее быстрый путь. Если из Харькова кто соберется? Из Харькова? Да, надо. Да, хорошо, будем иметь в виду. Если из Харькова приеду, будем сразу знать, куда посылать. Слушай, такой вопрос. Вот это, насколько распространено вот это QE в Харькове? QE? Ну, наверное, распространено. Просто уже не замечаешь, когда это произносит. Ты не говоришь QE? QE, QE, QE нет, я не говорю. QE? Да, еще говорили QE. А что такое QE? То же самое, что и QE. QE. Да. А я извиняюсь, как там плечики? QE. Плечики. QE. 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 У нас всегда говорили, да, это только. QE. QE. Это известно, что была фабрика. QE. 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 меня есть вот это вот это если я приеду в америку мне с первого дня дадут сразу больше причем существенно чтобы не работают да ну это конечно хорошо иметь все и сразу ничего не делает наверное ну не получается не получается то есть приходится а вот эта вот мысль о том что в америке вот так тяжело все работают они не вообще работают от тяжело работают вот это как ну сказать что зря здесь платить деньги не скажу да вот работаем работаем много иногда даже стирается вот понятие что ты дома и у тебя закончился рабочий день из дома тоже с появлением интернета с появлением интернета иногда работаешь из дома тоже но с другой стороны на работе могут пойти тебе навстречу день можно работать из дома например но с другой стороны уже за такие деньги так может быть уже есть смысл и поработать тоже безусловно безусловно ты знаешь за что ты работаешь вот если ты еще любишь свою работу так я ребятам на канале у нас рассказывал когда я был мальчиком там школу ходил начальное начало шестидесятых и была такая шутка то было много идиотских шуток и вот нам подходят дети тебе говорят ты что записался и не хочешь ты начинаешь лихорадочно соображать куда ты мог записаться потому что все записываете кружки там и игорь это куда куда союз печать дерьмо качать три копейки получать вот я просто рассказываю что многие люди в эмиграцию попадают как союз печать то есть они качают 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 и все на три копейки и запах от них тоже нехороший и настроение не то вот нет но если ты не хочешь стараться до упираться можно и за три копейки наверно работать и жить а вот здесь столько всего что совершенно нет желания работать за три копейки это правда но вот есть например в элферный стандарт то есть как бы есть попытка оптимизировать смысле получения максимальной отдачи на вложение нуля вот что можно получить по максимуму если ничего не давать вот в элфер там где-то немножко такеш приработал там еще что то это много народу вот так живет вообще ну это очень очень ограниченное существование да которое обычно только в начале по приезду безусловно это помогает как говорится для поддержки штанов но это просто возможность использовать это время для того чтобы учиться дальше приобрести какую-то специальность в это время и уходить с этого потому что жить на в элфер это но есть же люди которые по 20 лет так живут есть люди даже не не иммигранты то что называется джинни рейл шинл джинни рейл шинл джинни рейл шинл в элфер когда они теоретически наверное если я просто с такими незнакома но наверное существует вот эта фраза ты знаешь как там ваш племянник устроился или все еще работает а или все еще работа это тоже известна очень смешная фраза вы были на брайтон бич на брайтон бич до однажды были были впечатления впечатления были ужасные мы были очень как говорят сейчас россия в шоке так от брайтона в шоке мы были даже и от того что встретили одного афроамериканца которого мы даже не увидели вначале услышали русскую речь повернулись и был абсолютно так черный человек который нам открыл это к пальто у него тут были часы вот какие-то лекарства говорит вам надо это тоже был брайтон бич ничего такого не увидишь других местах было ли очень много русских все было как советском союзе в общем английский набрать они не нужен совершенно так вот так что если у кого-то планы жить на вэлфере не не зная английского вот это вот место то есть ребята мы пытаемся найти ответ на вопрос куда ехать новичку значит получается что смотря зачем ехать да если никогда не знать английского и не хотите выучить и ходить только к русским врачам русские магазины русские бизнеса того чтобы ходить иногда в америку тоже да без того чтобы ходить в америку вот это вот чудесное место а вот с точки зрения допустим тех изменений которые произошли за 20 лет что вы здесь живете когда-то можно было приехать новичку правда это не было так безумно дорого вот заприть это не было запретительно дорого а вот сейчас например когда такие жуткие цены на все на жилье на ренту и так далее это как бы все равно для новичка неплохо для новичка неплохо но наверное сан-франциско это не тот город чего надо начинать потому что цены действительно стали безумные сейчас жилье очень трудно новичку если чек без работы просто это невозможно поэтому сан-франциско это очень хороший красивый город но когда ты уже работаешь это место для вас но я бы не начинала сегодня понимаешь сейчас на самом деле ведь иммигрант не такой как был 20 лет назад 20 лет назад мигрант был абсолютно нищий а ну если с деньгами люди там могут что-то продать и пропортик этот но вас не было мысли может быть прикупить там квартирку другую третью пятую в харькове может быть на сдачу говорят у меня не было такой мысли но я знаю людей которые это сделали вот даже сейчас пару лет назад ну говорят что еще большой прибыли от этого у них нет а такси цены сейчас упали с последними событиями да вот они как раз и купили в надежде что не будут сдавать и заработать но у меня как-то не было таких мыслей ага я думаю что все таки большая нестабильность понятно для вкладывания в харькове спасибо большое друзья если есть вопросы к ирине тем более из харькова кто-нибудь а где вы жили в харькове в харькове мы жили на павловом поле был такой района павлово поле до павловое поле этом улице такая 23 августа которая была названа в честь освобождения харькова харьков был освобожден в сорок третьем году 23 августа вот сейчас это и вы там на этой улице да я жила очень много лет начале эта улица в конце прекрасный район может быть кто-то раз много харьковчан на канале вот может быть они даже вас узнают в какой школе учились училась в девяносто девятой школе потом училась в инженерно-экономическом институте сейчас это называется академия оф экономики этого нету да ты идешь по улице никто тебе не скажет там понаехали ну конкретно кто-то может там не любить черных или не любить китайцев или не любить евреев но по крайней мере на уровне государства и работы у тебя совершенно такие же права в этом плане тоже никто не не перестает нет нет более того это же наказуем ну да нет так она по закону и в сср было наказуемо ну закон в сср не работал не работал а тут работал ладно ирина идем enjoy солнышко и океан идемте